В 61-м году США разместили в Турции ракеты средней дальности Юпитер, которые могли достигнуть западных городов СССР, включая Москву. В ответ Советский Союз направляет на Кубу войска и атомное оружие. США отреагировали агрессивно. Они фактически установили военно-морскую блокаду Кубы, назвав ее нейтральным словом «карантин». В ответ на это советские войска начали проведение секретной операции «Анадыр» и пришли на помощь союзникам с острова Свободы. Это было сделано на громадном расстоянии. Доставлены ракеты, приведены бою готовность и готовы к пуску немедленно. И это остановило американцев. Этим событием конца октября 62-го года, получившим название «Карибский кризис» и посвятили выставку в Одинцовском краеведческом музее. Сегодня здесь многолюдно. Большинство посетителей – свидетели тех далеких событий. Они с особым трепетом вспоминают Кубу, а многие поделились с музеем своими архивными документами и фотографиями. Эти люди сегодня среди нас. И если бы не они, не их упорство, я бы сказал, мы бы, наверное, не увидели, не узнали о тех событиях настолько подробнее, насколько мы узнаем сегодня. Почему? Потому что все эти фотографии, они собирались, копились, материалы, где-то в запасниках они были. Но они должны работать, работать именно на информацию. Валентин Полковников, награжденный кубинской медалью «Воин-интернационалист», рассказал, что оставил на острове Свободы частичку своего сердца и души. Он по достоинству оценил выставку. Я очень благодарю не только городские власти, это большую роль сыграли, но и руководство музея, которое помогло сделать такую уникальнейшую выставку. Я десятки лет изучаю материалы астрологической операции «Рады». Поверьте мне, в таком собранном виде нигде вы ничего не найдете подобного. Ветеран вспоминает, что во время Карибского кризиса советские ракетные установки находились недалеко от города Артемиса. Поэтому неудивительно, что город впоследствии стал побратимом Одинцова, столицей российских ракетчиков. Цветы для ветеранов Карибского кризиса. Между прочим, их осталось совсем мало. Из 42 тысяч только две. Далее занимательная экскурсия. Я проезжал тот период на Кубе. Я вам хочу сказать, ну все были вооружены, кроме шли войска на наших машинах. Разрешение кризиса стало переломным моментом в холодной войне и началом разрядки международной напряженности. Карибский кризис продолжался 13 дней. Он имел очень важное политическое и историческое значение. Человечество впервые в своей истории оказалось на грани самоуничтожения. Организаторы выставки уверены, что она вызовет большой интерес у школьников нашего района и уже готова проводить многочисленные экскурсии. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Я вам скажу, мы думаем.